МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Холодный период". В Бавруйске продолжаются плановые отключения горячей воды. -"Жильцам нашего города приносим искренние извинения". Где ознакомиться с полным графиком? Опасный момент. В спальном районе города под колеса авто попал подросток. При пересечении проезжей части дороги необходимо снизить скорость движения. Кто неправильно оценил обстановку на дороге? Дотронуться до облаков. Сезон прыжков с парашютом открыт. Также можно на планере полетать, на самолете. Как осмелиться? А также плюс одна, популярные отрасли и вопрос на контроле. Декада кибербезопасности началась в Беларуси, на что направлен комплекс мер. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко встретился с губернатором Алтайского края. Белорусский лидер тепло приветствовал делегацию, отметив, этот регион очень близок к белорусам по духу. Это самая крупная аграрная область России и крупнейший производитель зерна. Здесь получают пятую часть сельскохозяйственной продукции из Сибири. Знаю, что для вас, Виктор Петрович, наша страна, в общем-то, родная. Ваша мама из Беларуси, из-под Мозера. И вчера вы побывали на земле своих предков, пообщались с родственниками. Это очень важно, окрыляет, по крайней мере, настроение повышает значительно. Президент выразил надежду, нынешний визит поможет преодолеть некоторые отставания во взаимной торговле и станет отправной точкой для активизации старых и создания новых партнерских отношений. Глава государства обозначил ряд направлений, по которым имеются хорошие перспективы. Берегись двухколесный. В Бобруйске несовершеннолетний велосипедист попал в ДТП. Авария произошла на улице Западной. 17-летний подросток при пересечении дороги совершил столкновение с автомобилем Джили, за рулем которого был 46-летний бобручанин. В результате велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция призывает велосипедистов и пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности, предельной внимательности и осторожности. При пересечении проезжей части дороги необходимо снизить скорость движения, убедиться, что автомобили остановились и пропускают вас, и только затем начинать движение со скоростью идущего шагом пешехода. За выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 748 нарушений ПДД, задержано 11 пьяных водителей и 18 бесправников. 64 пешехода привлечено к административной ответственности, 20 из которых находились в нетрезвом состоянии. Горячая проблема – гостеприимный уголок и Росценника. Очередное подорожание топлива ожидает белорусов с 28 мая. Насколько? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. На начало года в Беларуси насчитывалось более 250 тысяч ИП и 116 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. В последних двух сферах в 2023 наиболее распространенными были оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов. Список также включает транспортную деятельность, промышленность, строительство. Плюс одна – очередное подорожание топлива ожидает белорусов с 28 мая. Ценник на горючее вырастет на копейку в рамках поэтапного подорожания. 21 мая, напомним, произошел первичный рост стоимости. До этого цены на природный ресурс в Беларуси менялись более года назад. Декада кибербезопасности началась в Беларуси. Комплекс мероприятий направлен на повышение цифровой грамотности жителей республики. Программа включает в себя лекции и семинары, на которых сотрудники расскажут о распространенных IT-преступлениях, а также звучит практические советы, как защитить себя от злоумышленников. Внимание сфокусировано на уязвимых категориях пожилые люди и дети. С начала пожароопасного сезона в Беларуси произошло более ста лесных пожаров. От огня пострадало свыше 106 гектаров площадей. Больше всего проблема затронула Брестскую область. Сейчас запреты и ограничения на посещение массивов действуют по всей Беларуси. Оперативно отслеживать информацию можно на интерактивной карте Минлесхоза. С января 2024 безвизом воспользовались более 88 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцев, свыше 20 тысяч латвийцев и более 18 тысяч поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет напоминает, безвизовый режим продлен до конца года. В стране сегодня стартовали испытания. С утра открылись 144 пункта. Большинство из них для сдачи экзамена. На него записались более 55 тысяч 11-классников. Школьники в сопровождении педагогов пребывали в пункты за полтора часа до начала. С собой только паспорт, пропуск и ручка. 27 мая выпускники сдали профильные предметы по выбору. Среди самых популярных – математика и биология. В пункте проведения централизованного экзамена и тестирования в автотранспортном колледже на ЦС зарегистрировалось 573 абитуриента, на ЦТ – 85. Это не только учащиеся города, но и района. Их подвоз был осуществлен автобусами для удобства абитуриента в питьевой режим «Буфет». Вооружиться чайником. Плановые отключения воды продолжаются в Бобруйске. Временные неудобства связаны с проведением ремонта теплотрасс БТС. С 27 мая по 6 июня, а также 10 и 11 числа горячее водоснабжение временно исчезнет в микрорайонах с 1 по 4, западном, на улицах Шиной, Гагарина, Ульяновской, Горелика, Наумова, Панова. Инженеры проверят трубы на предмет повреждений, так как вода подается в жилые дома под большим давлением, из-за чего подземные артерии деформируются и могут дать течь. В текущем году для обеспечения надежной работы тепловых сетей нашего города запланирована замена порядка 7 километров тепловых сетей по капитальному строительству, по результатам которых надежность обеспечения горожан нашего города как тепловой энергией, так и горячей водой на порядок улучшится. За причиненные неудобства жильцам нашего города приносим искренние извинения. Подогреваем, как обычно, дедовским методом в кастрюльках. Бывает по-разному, ну, когда нагреваю, когда жарко, так в баню схожу. Приходится выкручивать, согреем как-то в кастрюлях, в тазиках. С полным графиком можно ознакомиться на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета или на boberlife.by. В случае обнаружения промоин в грунте и разрывов теплотрасс горожан просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Время отдыха. Для тех, кто ценит скорость, драйв, адреналин. В Бобруйске можно прыгнуть с парашютом, прокатиться на квадроциклах, встать на гвозди. Наша съемочная группа оценила экстремальный досуг. Воплотить мечту в реальность. В аэроклубе ДСААФ уже открыт сезон парашютного спорта. Развлечение пользуется популярностью не только у атлетов, но и у простых белорусов. Действуют три направления. Полет на планере, самолете «Вильга» и «Ан-2». На инструктаже профессиональные летчики проинструктируют во всех тонкостях летного дела. То есть все желающие, кто хочет прыгнуть с парашютом, могут к нам обратиться. На нашем сайте есть телефоны, куда обращаться. И распорядок работы. Значит, позвонить к нам, и можно совершить прыжок в тандеме с 2500 и выше, с 2500 до 3000 метров. Или самостоятельный прыжок с парашютом, значит, по желанию. Также можно на планере полетать, на самолете. Все расценки на сайте есть. Главный лайфхак – подходящая обувь. Именно она обеспечивает безопасность приземления. Лучше всего подойдут ботинки с высокой шнуровкой, плотно фиксирующие голеностоп. Одежда по погоде, но обязательно закрывающая руки и ноги. Пользуются спросом молодежи. Ощущение гонки по бездорожью – лучшее сочетание для любителей экстрима. Отлично подойдет для катаний по лесу, поселковым дорогам и даже трассам. Квадроцикл. Во главе угла по-прежнему безопасность. Куртка, перчатки, шлем, высокие ботинки. Они простые в управлении, ничего сложного нет. Газ, тормоз, коробка, автомат. То есть, ну, интересная игрушка, скажем так. Права нужны тракторные любой категории, либо водительское удостоверение обычное. Подходят все категории, кроме А1 и АМ. Мы ездим по маршрутам, чтобы это была локация разнообразная, чтобы была и какая-то полянка, и лес, и какой-то песчаный карьер, и озера. И, ну, как бы у нас здесь все есть. Первый маршрут у нас около 30-40 минут. Это примерно около 8 километров. Второй маршрут у нас около часа. Это около 13 километров. У квадроциклов шины с высоким протектором, чтобы они имели хорошее сцепление на грязи, песке и пахоте. Трасса проложена таким образом, чтобы новички не попали в просаг. В то же время на пути с препятствиями и с небольшими скоростными участками работают инструкторы, которые считают штрафные баллы и засекают время. Грэмми – интерактивная игра. Это можно назвать больше музыкальный квиз. Мы сами придумываем конкурсы. У нас есть, работаем с нейросетью. Допустим, один из любимых конкурсов – это ключевые слова песни закинули в нейросеть. Она сгенерировала картинку, и по картинке надо узнать, что за песня. Бобруиск приготовила еще парочку экстремальных развлечений для любителей бешеных эмоций и запоминающихся свиданий. Ночные квесты, программа «Свидания для двоих», комната психологической разгрузки. Это один из способов общения с самим собой, снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что позволяет повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития. В ней можно бить и крушить битами все, что попадается под рукой, выплеснуть всю накопившуюся тяжесть. Допустим, тоже у молодежи, у более молодого поколения пользуются спросом и даже не телевизор разбить, а почему-то клавиатура. Даже мысль о том, чтобы стать на гвозди, гвозди настоящие, это такой своеобразный вызов силе своей воли. Доказанный факт. Стоя на гвоздях можно прожить застрявшие в теле эмоции, поплакать, посмеяться, выплеснуть злость. Такая провокация боли через стопы учит взаимодействовать с негативными чувствами, а не пугаться их. Во время практики можно познакомиться с неприятными ощущениями и понять. Ничего страшного в них нет. Кроме того, гвоздестояние дает заряд бодрости за счет выделения большого количества окситоцина, гормона счастья. Я считаю, что, наверное, вот эта первая практика и дает вот эту популярность гвоздестоянию. Потому что, по сути, люди, которые пытаются годами избавиться от какой-то своей психологической проблемы, решают свой вопрос за один-два часа. И, в принципе, начинают жить совсем другую жизнью, избавляясь от багажа старых программ, которые в тебе заложены. Аэрохоккей, теннис, игровые приставки, кинотеатры совместили в себе массу развлечений. Чем занять руки, чтобы голова не болела? Проблема увлечений сегодня актуальна, как никогда. Еще в начале пандемии, когда все оказались буквально запертыми дома, остро стал вопрос, что делать? Молодежи пришлось самостоятельно организовывать рабочий процесс и, самое главное, отделять его от отдыха. Состояние домашнего комфорта стало нормой. Проще остаться дома и посмотреть Ютуб. Собрать себя обратно, попробовать что-то новое. Сложно и страшно, учитывая выбор среди развлечений, стремительно растет. А может быть, он настолько огромен, что кажется слишком доступным, оттого неинтересным. Ирина Журавлева, Елизавета Житкова, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В преддверии 637-летия города на Березине, сразу после новостей, смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Место встречи – Бобруйск конца 19 века, дом на углу Шоссейной и Родионовской улиц. Заглянем в Ренсковый погреб и выпишем рецепт у провизора Розовского. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова